Время новостей на телеканале Актиз в студии Данил Недзельский. Здравствуйте! И коротко о главном. Женщины в белых халатах. Расскажем о тех, кто даже 8 марта продолжает стоять на страже нашего здоровья. Отрядом юных инспекторов движения России 51 год. Свой праздник ангарские юидовцы отметили профилактической акцией, которую приурочили к предстоящему 8 марта. А теперь обо всем подробнее. В Госдуму внесли законопроект об увеличении материнского капитала. Согласно инициативе, размер такого пособия составит более 700 тысяч рублей на первого ребенка и 1 миллион на второго. По мнению авторов документа, индексация требуется из-за резкого роста стоимости жилья и высокого уровня инфляции. Нововведения депутаты предлагают ввести с февраля 2025 года. В Международный женский день не все представительницы прекрасного пола смогут провести время с семьей. Есть несколько категорий женщин, которые в этот праздник находятся на работе. По-другому просто никак. Их задача – спасать жизни и лечить пациентов. У такой профессии пауз и перерывов не бывает. С женщинами в белых халатах пообщалась наша съемочная группа. Депо 4-9-47 будет вызов. Татьяна Щеголева встала на защиту здоровья людей в 1989 году. Сегодня она – старший диспетчер на станции скорой медицинской помощи Ангарской городской больницы. Под ее контролем ежедневно все экипажи. Привычка принимать решения, когда время идет на секунды, уже в крови. Сейчас утро. Но вызовов уже немало, да? С утра уже немало. Уже немало вызовов. Уже вызовов у нас… Я вижу. Уже прилично. Уже в основном на станции практически никого нет. Действительно, на станции ни одного фельдшера. Все на выезде. Но нам удалось перехватить одну бригаду, которая буквально на 5 минут заехала на базу. И тут везение. Екатерина – молодая девушка, которая пришла работать на скорую всего полгода назад. Ну, вообще и правда очень тяжелая там. Стресс, все такое. Пациенты разные бывают. Но когда нравится, когда работа твоя нравится, как-то маленько попроще. Мы успели еще минуту пообщаться с Екатериной, после чего она уехала дальше. Помогать людям. Работа такая. И вновь мы вернулись на станцию. В этом году Татьяна Роднина отметит 30-летие своей работы в скорой помощи. За ее плечами колоссальный опыт и огромное количество спасенных жизней. Вы много жизней спасли? Ну, думаю, да. Здесь каждый много спас жизней. Есть какая-то обратная связь пациентов? Да, часто бывает. И звонят, и потом остаемся и друзьями, и знакомыми. Очень-очень много таких случаев. И сюда приходят, благодарят. Работа на станции скорой помощи невероятно ответственна и требует внимательности. Исчерпав лимит своего присутствия в этом важнейшем для ангарчан комплексе, мы отправились дальше. Наша работа заключается в приеме больных с экстренной хирургической патологией, с травмой, в том числе с отчетанной травмой органов брюшной полости, грудной клетки, сосудов. То есть это все там ДТП, падения, это ваш профиль, да? Ну да, да. Все самые страшные моменты в жизни. В том числе, да. Как хрупкой женщине с таким справляться? Ну, не все женщины очень хрупкие на самом деле. Ну, как справляться? Наверное, благодаря в том числе коллективу, да, отлаженному, дружному, да, то есть мы работаем всегда сообща. Мы тоже спросили у Елены, сколько жизни она спасла на работе. По ее словам, подсчитать эту цифру невозможно. Ежегодно через ее отделение проходит порядка полутора тысяч человек. И тут никакая математика не поможет. Надо в любом случае находить те хорошие моменты позитивные, да, которые не отравят прежде всего твою жизнь, которые помогут справляться со своей работой и оказывать помощь не просто потому, что, да, вот, мы пришли на работу и так надо, а делать это с душой. В приемном покое Ангарской городской больницы и днем, и ночью, и в будни, и в праздники, и в выходные всегда много людей. Сюда доставляют пациентов бригады скорой помощи, сюда приходят сами ангарчане. Здесь всегда кому-то нужна помощь. Это беспокойная работа, то есть ты здесь на передовой, лицом к лицу, сразу к пациенту. Мне нравится эта работа тем, что здесь всегда есть движение, здесь очень много на зоологии, есть чему поучиться. 8 марта вы работаете? Дежурю. Вы дежурите? Ну, это мой осознанный выбор. Работа, конечно, у нас очень трудная, она очень интересная, потому что мы восстанавливаем жизненные функции организма, продлеваем жизнь нашим пациентам, и от нас многое зависит. Ну, у нас очень много работает женщины, и все справляются с этой работой, как бы. Ну, это же морально, мне кажется, тяжело, как постоянно видеть чужую беду. Ну, да, конечно, это тяжело. Ну, в том и заключается работа, чтобы помочь пациентам. То есть, женщина, она же и мама, и сестра, поэтому женщина может не только оказать помощь, там, медицинскую, она еще может и словом вылечить. Лечить приходится не только ангарских пациентов. Например, в кардиологическое отделение поступают жители территории, расположенных от Мегета до Тулуна. Как говорится, у женщины все сердце, даже голова. А вот о сердце Нина Щербакова знает все. Родственники отправляют пациентов сюда. Понятно, что с надеждой того, что он вернется. Вот мы для этого прикладываем все свои усилия, все свои знания. Применяем вот эту коронарографию. Вот, и, конечно, мы пациентов выписываем. Ну, благодарные пациенты, естественно, благодарные. Ну, а прежде чем попасть в нужное отделение, сначала нужно попасть в поликлинику. Мы находимся в поликлинике номер два. Мы оказываем медицинские услуги, консультируем пациентов о приеме врачей, записываем на прием. Это обычный рабочий процесс. Пациенты есть всегда, мы рады их видеть. А здесь вспоминается фраза из детства «Я уколов не боюсь». И действительно, когда работают такие специалисты, бояться не нужно. Я работаю в процедурном кабинете около десяти лет уже. Десять лет? Да. Ну, по-моему, так все легко получается. От чего зависит, больно или не больно ставить у пола? Разные виды чувствуют ставят по-разному. Ну, есть такое, как сказать, утверждение, что относись к пациенту так, как ты бы хотел, чтобы к тебе относились. И вот если ты так будешь относиться к пациенту, то ему будет не больно. Слушайте, вам больно было сейчас, когда укол ставили? Нет. К вам хорошо, значит, относится, да, собственно, вот это подтверждение? Ну да, конечно. Потому что медсестра лечит не только лекарствами, а также своим отношением. Внимательное, доброжелательное отношение должно быть. Ладно, все, я не буду вас отвлекать. В день по 500 уколов у нас идет. Без забора крови. И еще и кровь, да? Да. И кровь. Около 120 человек мы принимаем ежедневно. А вы 40 лет все здесь? Я в первой поликлинике 25 лет отработала процедурно. И теперь здесь? Да, и теперь здесь. Понятно. Что бы вы на 8 марта хотели пожелать своим коллегам, женщинам, которые 8 марта, ну, большая из них часть будут работать, а не отдыхать? Ну, главное – здоровье. Если будет здоровье, будут здоровые пациенты, мы будем здоровы. Конечно, прибавление зарплаты. Всегда, чтобы женщины улыбались, мужчины им дарили цветы, чтобы они сияли. Стойкость, упорство, всегда идти к цели и добиваться поставленных целей. Мирного неба над головой, здоровья и хорошего настроения. Пожалуй, самое светлое и приятное отделение Ангарской городской больницы – это женская консультация. Это то место, которое каждая мама нашего округа обязательно посещает. И не один раз. Если взять нашу работу, объем, то мы можем, нам суток бывает не хватает. Это точно. Потому что объем работы большой. Это нужно отследить и организовать работу кабинетов наших докторов, организовать работу акушерок, женщин пристроить. Мало какая ситуация бывает, экстренно они к нам приходят. На меня очень сильно повлияло, у нас очень знаменитый доктор в нашем городе был, Гриста Наталья Петровна. Это мой учитель. Наверное, учитель всех наших акушеров-гинекологов. Я кушерок. Поэтому, когда с этим человеком познакомился, тогда она на меня произвела неизгладимое впечатление и захотелось работать в этом учреждении. Удивительные женщины Ангарской городской больницы. Такие они. Прекрасные, добрые и отзывчивые. В Ангарской городской больнице работает порядка двух тысяч человек. Из них две трети – это наша прекрасная женщина. Это наша прекрасная половина человечества. Это наши медсестры, это наши санитарочки, это наши акушерки, это наши прекрасные доктора. Те, кто работают в медицине, они все пришли сюда не просто так. Это, разумеется, призвание. Ой, чтобы они не расстраивались, что в этот день выпала их смена. Хочется пожелать, чтобы не было работы в этот праздничный день на работе. В целом, чтобы все было хорошо у них. Любви. Как можно больше терпения. Чтобы они были всегда такие прекрасные, веселые. Счастья вашим детям. Самое главное, как говорится, погода в доме. Поменьше тяжелых больных. Мы всегда рядом с вами. Приедем быстро, если что-то спасем. Андрей Иванов, Александр Черник и Антон Бархатов. Местное время. Более 30 юных ангарчанок накануне 8 марта получили паспорта. Уже по традиции торжественная церемония развернулась в Музее Победы. С напутственным словом выступил председатель Думы Ангарского округа Александр Городской. Он напомнил ребятам о важности полученного ими документа. С праздником весны. 8 марта. После вручения паспортов девушкам подарили подарки и цветы. Другим темам. В МЧС назвали предварительную причину пожара в строящемся доме в Иркутске. Напомним, инцидент произошел 6 марта. После ликвидации возгорания специалисты осмотрели место происшествия и провели опрос очевидцев. Установлено, что накануне строители проложили кабель для обогрева бетона. Вероятнее всего, в результате повреждения провода произошло замыкание, что и привело к возгоранию. Жители Иркутской области будут судить за мошенничество с пушкинскими картами. Об этом сообщает региональная пресс-служба МВД. Молодой человек зарегистрировался на интернет-платформе в качестве организатора культурных мероприятий. Затем он начал предлагать владельцам карт за вознаграждение покупать билеты на придуманные мероприятия. Процент от выручки он оставлял себе. На этом он заработал 300 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Отрядом юных инспекторов движения России 51 год. Напомню, главная цель организации – привлечь водителей и пешеходов к ответственному отношению на проезжей части. Свой праздник ангарские юидовцы отметили профилактической акцией, которую приурочили к предстоящему 8 марта. Школьники вместе с сотрудниками госавтоинспекции вручили женщинам-водителям открытки и напомнили о важности соблюдения ПДД. Мы юные инспекторы движения школы номер 6. Хотим поздравить вас с наступающим 8 марта и рассказать несколько еще, напомнить вам правила дорожного движения. Пристегивайте ремень, не отвлекайтесь на устройства и разные гаджеты. Также пристегивайте всегда ремень и будьте всегда в хорошем настроении. Сегодня с нами вместе участвуют юные инспекторы движения. Они помогают нам, разговаривают с водителями, с пешеходами и напоминают о соблюдении дорожных правил. Поднимаем настроение небольшими подарочками, оставляем листовочки водителям, чтобы они впоследствии потом все равно ознакомились, где-то у себя освежили в памяти, как нужно вести себя на дороге. Ну и, конечно же, самое главное – это позитивное отношение и уважение к друг другу всех участников дорожного движения. Поздравительная акция вызвала положительный отклик у ангарчанок. В свою очередь, автолюбительницы пообещали школьникам быть всегда предельно внимательными на дорогах. Прощай, долгая зима. Совсем скоро в городе Нефтехимиков состоится большой концерт «Как на масляной неделе», который организован силами народного хора «Русская песня» и образцового ансамбля танца «Фиеста». На сцену выйдут как совсем юные, так и взрослые артисты. По словам руководителей, зрители увидят концертные номера, пронизанные любовью к традициям русской культуры. «Масленица» – зрители должны прийти с хорошим настроением. То есть все вот эти концерты посвященные «Масленице», 8 марта – это все у нас бесплатные мероприятия. Поэтому народу собирается всегда полный зал, встречают они нас очень радушно. Зрители молодцы, артистам приятно танцевать, когда полный зал. Поэтому мы стараемся, чтобы у них было просто хорошее настроение. Масштабное яркое шоу состоится уже 15 марта во Дворце культуры «Энергетик» в 18.30. Свой подарок для ангарчанок приготовил и телеканал «Актис». Включайте телевизор на 22-й кнопке 8 марта в 18.00. И смотрите самый нежный и прекрасный проект «Музыка весны». Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Актис» и «Приангаре», чтобы быть в курсе всех событий. Далее вас ждут новости культуры и рубрика «Область спорта». С вами был Данил Недзельский. До скорых встреч. Привет всем. В эфире программа «Область спорта» и ее ведущий Егор Сорокин. Мы начинаем. В столице «Приангаре» состоится чемпионат России по хоккею с мячом среди женских команд. За звание лучшей в стране поборются шесть коллективов. Иркутская «Сипскана» и «Сипскана-2», Красноярский «Енисей», Кировская родина, а также сборные Московской и Свердловской областей. Соревнования пройдут в Ледовом дворце «Байкал» с 29 марта по 6 апреля. В Ангарске сотни школьников еженедельно посещают лыжные трассы, где проводятся уроки физкультуры. Такие увлекательные занятия – заслуга проекта «На лыжи». Благодаря инициативе закуплены порядка 300 лыжных комплектов, снегоукладчики и сушильные шкафы. В рамках проекта «Лыжи в школу», который стартовал у нас в том году, наш стадион посещает 5 учебных заведений. Детям очень нравится тренироваться. В этом году были на стадионе внесены изменения, построили горку. Дети очень довольны проводить уроки физкультуры, стало интереснее. Уроки проводятся на подготовленных трассах, а инвентарь детям выдается бесплатно. Стоит отметить, что в Ангарске инициатива позволяет детям с раннего возраста полюбить спорт и добиваться на этом поприще высоких результатов. Накануне в Ангарске состоялось награждение команд, которые стали призерами военно-патриотического конкурса «Защитник» среди отрядов юной армии. Организаторы отметили, что каждый участник показал высокий уровень и достойно защитил честь своего коллектива. По итогам конкурса победу одержала команда «Гвардия» из школы номер 6. На втором месте отряд «Пламя» из 30-й школы. Замкнули тройку лидеров ученики школы номер 40 из коллектива «Авангард». 40 матчей, 49 набранных очков и пятая строчка в западной конференции. Ангарский «Ермак» завершил регулярный чемпионат молодежной лиги двумя разгромными победами над гостями из Санкт-Петербурга. Впервые за долгое время «Оранжевые» сумели добраться до стадии плей-офф. Соперник «Чеховский Гранит» обошел ангарских хоккеистов лишь на одно очко. Это означает, что борьбу за Кубок регионов «Ермак» начнет на выезде. Все, мужики, все молодчики. Хорошая игра. Готовимся к плей-оффу. Сейчас отдохнем немного. Хочу сказать спасибо тренерскому штабу, команде, что сегодня на меня ждите игры игры. Звинул. Всем спасибо, молодчики. Напомню, счет в серии 1-8 финала Кубка регионов идет до трех побед. 9 и 10 марта «Ермак» проведет первые матчи в подмосковном Чехове. 13 марта игра состоится в Ангарске. При необходимости дополнительные встречи пройдут в городе Нефтехимиков 14 марта и 17 в Чехове. На этом у меня все. Подписывайтесь на социальные сети нашей телекомпании и будьте в курсе самых актуальных событий в Приангарии. До свидания. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Культура без свободы. Пустоцвет. Искусство без нее сойдет на нет. Михаил Мушфик. Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире новости культуры. Поговорим о пище для души и о сладе для сердца. В Ангарском художественном центре заработала выставка, создающая весеннее настроение. Ее авторы – это 40 мастериц нашего округа. Экспонаты – это изобилие украшений, изящных сувениров и эксклюзивные аксессуары одежды. Организаторы уверены, увидев их, посетители становятся счастливее. А сейчас о культурных событиях в Ангарске на ближайшее время. В пятницу, 8 марта, в час дня, в ДК «Нефтехимик» праздничная программа «Весенний блюз» любви и света. В 14.00 в ДК «Энергетик» открытие фото-выставки «Цветы для любимой женщины». Часом позже здесь же большой праздничный концерт – букет прекрасных поздравлений. Свой подарок для ангарчанок подготовил и телеканал «Актис». Включайте телевизор на 22-й кнопке 8 марта в 18.00 и услышите музыку весны. «А может снова все начать? Я не хочу тебя терять! Я не могу тебя терять! О, как мне быть!» 12 марта, в первой детской школе искусств, сольный концерт Николая Шалыгина «Нота вдохновения». Начало в 17.00. А в 18.00 Народный театр «Факел» представляет спектакль «Кошель золота». «Ты женщина, ты книга между книг. Ты свернутый, запечатленный свиток. В его строках и дум. И слов избыток. В его листах безумен каждый миг. Ты женщина, и этим ты права». Стихами Валерия Брюсова завершим сегодня выпуск. «Милые женщины, март – это наш месяц». Пусть ваши спутники будут щедры на комплименты и, конечно, подарки. Но какой бы ни был презент, помните, в любой ситуации нужно вести себя культурно. До свидания! Редактор субтитров А.Семкин